Йоу, друзья мои, добро пожаловать! Это у нас Destiny 2. Это версия для компьютера, для наших с вами любимых ПК. ПК-бояре теперь наконец-то могут поиграть и ощутить всю мощь того, что не давала нам игровая консоль, допустим, PlayStation 4. А потому что там игрушка была залочена на 30 кадрах, а здесь я, внимание, подчёркиваю, 4К в 120 FPS. Конечно, я пишу не в 4К в 120 FPS, я даже не знаю, честно, какая нужна мощь компьютерная, чтобы такое дело потянуть. Но, ребятки, разработчики этой игры всё сделали, чтобы вы наслаждались, особенно если у вас есть карточки NVIDIA. Здесь оптимизация просто конфетка. На самом деле, действительно, максимальные настройки, игра классно работает. А ну это, смотрите, чё я буду вам врать-то, собственно. Посмотрите, как это работает. Это работает хорошо на большинстве систем. Средний, высокий, я думаю, на низких тоже пойдёт. Так вот, это то самое место, где мы остановились в PlayStation 4, когда обозревали Destiny 2. А здесь, помните, я прилетел сюда, и тут уже можно бродить, выполнять задания, играть с друзьями, играть в мультиплеер и так далее. Это наш страшно, похоже на ту девчонку, которая была у нас до этого. И я надеюсь, что у нас сегодня будет всё хорошо. А вы поддерживайте меня лайком и подпиской, а я вам покажу что-то интересное в этой игре. Ну что ж, поехали. Ты чё такой вообще? Какой модный у человека причесон, но он, к сожалению, у нас замылен, и я не могу насладиться. Между прочим, эта прическа сейчас очень хайповая и модная, поэтому даже в Destiny, даже вот куры и петушки здесь выглядят безупречно. Так вот, давайте не будем расхваливать слишком много, давайте посмотрим просто какие-нибудь интересные новые задания. А что у нас есть тут? Тиро Карн, архивариус криптархов. Это прекрасная игра для тех, кто хочет красивую дикцию и хорошо разговаривать. Здесь такие названия попадаются, что надо их долго уметь выговаривать, но долго ли умею, как говорится. А говорите, давайте пообщаемся. Привет. Тиро Карн, извини, мы знакомы. А почему ты так медленно разговариваешь? Ты можешь говорить чутка побыстрее? Потому что мне надо поиграть. Что это такое? Давай получим то, что ты мне даёшь, и будем двигаться далее. Естественно. Плащ мечтателя, плащ охотника. Я, пожалуй, закрою вот эти чертоги у интересного повещания и пройду дальше. Получена броня, нажмите F1, чтобы открыть её. Ох ты ж, мать моя красавица. Это, естественно, девушка похожа на красопету. Из-за GTA Online, который мы очень с вами активненько много лет уже рубимся. Ну, хочется, как говорится, традициям следовать. Плащ опалённого охотника. Давайте поменяем вот такой вот, поставим. Сила 11 у нас. Есть разная ружица. Это нам не интересно. Давайте посмотрим, что у нас тут есть ещё. Архивирус, это понятно. Архивариус, архивирус. Фух, красотища какая. Между прочим, в настройках очень много разных настройщиков графических. Поэтому, как я уже говорил, под любую систему всё это дело будет работать хорошо. А нам же с вами главное, чтобы всё игралось хорошо. И помимо геймплея, чтобы компы наши не взрывались от мощей. Ух ты, какие у нас тут роботы. Я, пожалуй, не буду мешать, пускай люди занимаются своим любимым делом. А это наш корабль, нас тут привезли. Там наверху у нас Сурая Хаторн, смотритель фермы. Я предлагаю найти подход к ней. А найти подход к этой девушке не так-то просто. Потому что подняться туда, я смотрю, надо ещё уметь. Ты поднимешься здесь? Нет? Нет, видимо. Ладно. Давай попробуем отсюда. Я попробую с ней пообщаться. Может, она мне что-то интересное расскажет. Серьёзно? Этого сокола мы уже видели. Мы за ним ходили, я даже упал пару раз. Сейчас он договорит, мы скажем. Мы с Луисом знаем, как важно доверять своему чутью. Так что я не стану тебя останавливать. У меня без того достаточно дел. Забирай тот корабль, на котором ты прилетела. На каком корабле я прилетела? Я не потеряла ни одного. И тебя терять не собираюсь. Хаторн мило одиночествуя. Поэтому она выбрала жизнь за пределами стен. Несмотря на это, она взяла на себя управление лагерем, чтобы помочь беженцам из города выжить в диких условиях. Следуйте видению, чтобы... Который, точнее, приведёт вас к осколку странника. Поехали! Я хочу это принять. Чёртополох. Ух ты! Обдожди-ка. Я могу это принять? Боевой группе говорить ничего не надо. Боевая группа. Алло, поехали выполнять задание. А требуется уровень 1. 18-я защита, плащ беженца, сравнить и так далее. Окей. Здесь я могу открыть персонажа, посмотреть, что у меня есть. У меня, на самом деле, ничего такого тут особого нет. Призрак первого уровня у нас. Показать, скрыть дополнительное окно, характеристики снаряжения. Это не то. Это всё не то, что нам надо. Выйти нажать. Вот. Доступна консоль навигации. Хаторн подарила вам десантный корабль. Вольнокрыл. Хорошо, хоть не в Эпердош, там, или там, Соплежу, или как-нибудь такого названия. В этом корабле вы можете отправиться за пределы фермы, даже посетить другие миры. Используйте консоль навигации для выбора новых заданий, поиска мест, просмотра рубежей и общения с друзьяшками своими. Нажмите табуляцию, чтобы открыть консоль навигации. Так, ферма. Это я понял. Это у нас... Нажмите удерживать этап, чтобы открыть. Вот. Надо держать табуляцию. Красная война, компания. Красным у нас помечены именно компанийские наши задачки. Ну что ж, брендидит у нас уровень 1. Это печально, на самом деле, потому что по каждому версию мы особо с вами не жаловали, к сожалению. Мы играли на консольке. То есть она сначала вышла на консолях, потом уже вот сегодня, или вчера, или когда ты будешь смотреть мой другой зритель этот ролик, игра уже релизнулась. Игрушка доступна эксклюзивно Battle.net. То есть скачиваешь клиент, и там очень много разных, там, Близзардовских интересных игрушек, помимо Destiny 2. То есть это значит борьба с читами, с читерами и всеми нехорошими людьми, которые эти вещи юзают. И на сколке это место зовут Мёртвой Зоной. Иного выхода нет, Фотор. Это знак. Да, и на нём написана Мёртвая Зона. Как мы уже поняли, так же фишка игры в том, что тут разнообразие планет, куча разных диалогов, можно полетать, пообщаться, поискать секретики и много чего другого. В принципе, за это мы и любим подобные игры, я думаю. Новая миссия у нас, Искра. 236-й карантинный сектор. Хорошо, поехали. Я не могу не прекратить наслаждаться прекрасной графикой. Хоть бери, блин, вот так вот глазёнки, как у Фавна. Расширяй и смотри, насколько это прекрасно. Катерин, ты мне там что-то это самое глагол... Глаголишь и так внимательно. Если хотите... Пусть договорит. Если хотите больше серий... Ну ты что, я не успел сказать. Не перебивай меня, женщина. Всё, можно говорить, она больше не будет меня перебивать. Лайк, друзья мои, не забывайте поставить, подписаться на канал, ну или рассказать другу или подруге о том, что тут есть такой вот... Такой вот, сидит и в Destiny играет. Чёрт, меня дери. Betretten verboten... Verboten. Betretten verboten. Или verboten betretten. Всем verboten betretten, друзья. Даже выговорить сложно, даже когда корабли ловировали, ловировали, да не ловировали, это тоже не так-то просто. Но даже с моей дикцией verboten, это как-то не звучит. Пролезь под машиной. Там тесновато, но пробраться можно. Пролезь под машиной? Возможно, в мире у меня получается. Ча, подожди, я сначала попробую забраться сверху, а если не получится, я предприму твои эпические советы по выживанию. Табуляция, кстати, в этом деле должна помогать мне якобы. Под машиной вот здесь? Что, блять можно? Это не машина, дорогая моя, ты что-то путаешь. Здесь ничего интересного. Давай сначала сюда заберёмся. Сейчас мы это дело всё поизучаем. А, вон, там можно пройти, походу. Лампочка и свет не зря мне говорят, куда надо двигаться. А, вот оно что, кстати. Вот оно как работает, интересно. Фу. Если у нас с вами останутся силы, мы обязательно посмотрим ещё мультиплеерную составляющую. Фишка-то в том, что ты можешь, мой дорогой друг, ты, вот именно ты, ты, да. Ты можешь своего друга завлечь в эту игру и поиграть с ним вместе. То есть кооперативненько попроходить, полетать по планеткам, разные миры поисследовать. И это доступно далеко не везде. Эти машины мне напоминают какую-нибудь Last of Us. Прикольная тема в настройках. Ты когда вот, допустим, целишься или что-то происходит, можно заглушать звук. А, типа, как бы ты сосредотачиваешься на происходящем. Это, по-моему, прикольная тема. Так, я помню, что я могу. Я могу, я могу! Слава тебе, Господи. Я действительно могу ещё прыгать. Ещё, как говорится, оторваться от земли позволяют мне супертехнологии в этой игре. Фух. Так, а что мы тут, собственно, забыли-то на этой планете? Вернёмся, так сказать, к проблемам насущным. Здесь нихера не видно, но благо фонарик включает эффект крипоты. Я боюсь, что она тебя слышит. Тут совсем крипово. Такое впечатление, если добавить сверху-снизу по бокам вот этот рэк, запись, разрешение, это был бы какой-нибудь Outlast-ище. Потому что криповые моменты в Destiny 2 имеют место быть. Игра, ну я говорил вам уже, что она работает значительно лучше, чем на консолях. Но если, допустим, нет возможности там на ПК, не тянет по каким-то причинам, неведомо мне. Хотя эта игра тянет, по-моему, всё, что можно. Даже на микроволновой печи запустится. Переключить на тильду переключение у нас нашего силового орудия. Смотри, тут можно упасть, там водичка. Прекрасно, прекрасненько. По-моему, по нам уже открыли огонь. Видимо, это чья-то чужая вода. Ты что делаешь? Ух ты ж твою мать, а! Ты что, полуумил, идиотина? Ах ты ж, зараза! Они их очень больно бьют. Нихрена себе, я сказал. Вот и где. Невидимый кусок дерьма, а. Он как человек дождя. Тут тоже вроде бы был... Нет, не человек дождя, господи. Другой. Я перепутал. Короче, был чел, помните? Фильм был такой. Чувак. Банши. Они поклоняются машинам. Хо-хо, машины! Машинки, поклоняйте машинам. Это плохо. Примерно так. Олежа, не наркомань. Не наркомань, я сказал. Если себя не шлепнешь по лицу, значит, этого не сделать никто. Хорошо. Давайте сосредоточимся непосредственно на геймплее. Редко, на самом деле, реально видишь, когда всё так хорошо работает. Весь тридцать шестой карантинный сектор. Фух. Вот такие вот дела. Так что, если вы тут просекли, как меня зовут в Бэтлнете, почерневший лес, запретная зона, добавляйтесь, друзья мои. Там очень удобная система вот этих друзьяшек. Можно играть, локальные какие-то миссии делать. Вообще задания проходить, играть в мультиплеере. Это что? Это что? Нет, если я здесь проползу, она, конечно, меня прощекочет. Я не спорю, что это будет заебись хорошо. Но, давай попробуем посмотреть. Срубить их нельзя, но они красивы. Они заставляют каждый шейдер на вашей видеокарте полыхать огненным пламенем фаерберна. Что это такое? Забрать добычу. Переключи используемое оружие. Нажми F1. Серьёзно? Давай посмотрим. У нас есть вот такая тема. И, в принципе, всё. Сила 12. Сила стала на 1 побольше. И, вроде как, должно быть получше. Вот такой вот дробошочек мы забрали. Найди путь к осколку странника. Пошли искать. Пошли поищем. Вы пишите в комментах, кстати, если вы играете в Destiny, какая версия игры вам больше нравится. На пекарне, вот где мы сейчас с вами рубимся, или всё-таки версия для игровых консолей. Она для вас, какая больше дается предпочтение. Что это за волосатая там херотенюшка у нас? Доберись до осколка странника. Сейчас доберусь. Ты так это говоришь эпично, как будто мы с тобой вместо Фродо должны кольцо вернуть в Мордор. Тут можно забраться? Я боюсь, что эта лестница не для простых смертных, а стражи пользуются каким-нибудь вот такими. Хоба! Я типа должен был умереть, наверное, да? Но я не сдох. Там что-то есть. Там что-то есть! Мощно. Мощненько было. Так падать далеко не каждому дано. Ой, пять патронов. Помимо всего прочего, довольно крутое позиционирование. Я слышу всё везде и много раз даже. Эти костры нам явно не нужны сейчас. Между прочим, я забыл совсем упомянуть, что в игре-то бодренькое ПВП. Вы же знаете, что такое ПВП? Плеер versus Плеер! Это, конечно, у нас не ПВП. ПВП скорее больше относится, наверное, к... Ты не хочешь кинуть ему туда гранатку какую-нибудь? К онлайну? Ну, сделано это довольно бодренько. Кто проходил первую, да я сниму первую. Кстати, тоже обозревали. Умри, пожалуйста. Умри, драк. Ты мне не друг, драк. Вот так. Давай падай! Падай, блин! Падай! Что нету у меня? Что у меня закончилось-то? Мозги у тебя закончатся скоро? Как в сорок первом, бля? Тихо, 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 тихо! Ой, больно, больно. Мать твою, больно. Даже жарят, суки. Ны, дети. Я не знаю, какой здесь уровень сложности стоит. Поэтому сейчас нельзя сложать. Только без смертей. Только без смертей. Без смертей, я сказал! Умери. Умери, пожалуйста. И больше не вставай. Опа. Жилет беженца на грудник. Мы, короче, взяли с тобой. Это хорошая тема. Это определённо даёт мне силы на будущее. Ты чё, забыл здесь мудить? Слушай, я, главное, с тобой, дорогой музей, разговариваю. А этот чахлик бегает за мной сзади. Ладно. От Дрэк. Ха, мой имя Дрэк. Хеллоу. Я люблю опиум, и мой имя Дрэк. Май драк. Май драк, май драк, май драк. Май драк. Май драк. Май литл мудак. Прекрасно. Падай, блин. Вот. Красотенюшка у нас там. Понятно. Чё-то пишут. Чё-то пишут нам разрабы. От Роди. Ох, как ты прыгаешь хорошо. А умирать любишь? Я боюсь, что ты вздыхать. Оу, тихо. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно. Я тебя снажал и убью, понял? MLG, мазафака. Жизни не шибко много. Сие немножко пугает. Нам дают понять, что даже вначале они немножко печи. Падай. Всё, надо подождать. Здоровье, оно, конечно, не резиновое, но хоть и страшно, подождать определённо надо. Надо, 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 мой друг. Так. Вроде всё окей. Всё хорошо. Ооо, эти сияния, божечки мои. Можно смотреть вечно, мне кажется, на это. Что это? Что это такое? Что это летает? Что это? Ну так, если посмотреть, если бы картошка была бы синей и флоресцентной, она бы выглядела, наверное, так. Хотя это, похоже, именно это обитает у тебя под ободком унитаза. Она в детстве пугалит такой хератой. Так, мародёр, сюда. Умирай, я тебе сказал! Правильно, выбросил всё своё шматьё и сдох. Молодец, малорик. Окей, добро, это что такое у нас тут упало? Это можно бить? Я боюсь, не надо. Хоть-то и страшно. Ладно. Надеюсь, гравитации, видимо, нельзя шутить. У нас же есть прицел, Олешка. Есть прицел? Для кого мы сделали прицел, Олешка? Едят ребята из Банджи, из группы разработчиков. Олешка, прицел для кого? Ты чё, алло? Прицелом пользуйся. Это что такое? Мне, видимо, туда и надо. Если есть какая-то жопа, мы туда определённо должны зайти хотя бы навести порядок. Умираем. Сдыхаем, сукины дети. Сдыхаем по очереди. Вот так. Новая цель у меня появилась. В этой же игре есть какие-то цели у меня ещё. Ох, ты ж какой хитрый хер. Чё, ножик не понравился, да? Бывает. Ооо, да, печальненько. Ого, сколько у вас вылезло. Стояй. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Второй, падай. Падай, мудень. Господи, это ямбочка. Чё, ты меня аж подкинула. Е. Ха-ха. Обрадовался ты, мудей? Ты чё, собаки-беженцы? А? О? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Чё, забылся, да? Я тебе напомню, где твое место с учёнышем. Почерневший лес. Путешествие. Сейчас нам Гарри Поттер расскажет, куда мне идти дальше. Окей. Я не помню, говорил или нет, но версия для ПК доступна эксклюзивно в Battle.net. От Blizzard, естественно. Ну, отчего же ещё? Разрабатывалась с учётом всех вкусов и пожеланий ПК-геймеров. Чтобы они всё своё мощное железо, если у кого такое есть, направляли сюда, чтобы это всё у нас гармоничненько, тихо, микрофончик не падает. Уже всё работало хорошо. Так-с. Вот почему мы здесь. Я не был так близок к свету с тех пор, как... Ты чувствуешь? А теперь да будет свет. Да будет свет! Ну, наконец-то! Так, нам поедить должно стать лучше. Серьёзно? Теперь у нас есть суперсила, суперудар и суперспособности. Теперь можно разваливать бичи вообще по-чёрному. Сейчас займёмся сиим действом. Давай. Давай. Загружается всё быстро. Под класс охотников громобежец, по-моему, у меня там был. Окей. Ушки использовать свет. Свет. Озарил мою шальную душу. Суперспособность. Ха-ха! Сейчас посмотрим, как она работает. Серьёзно! У-у-у! Спокойно! Спокойненько! Нихера себе! Моща прям могёт! Радуля! Туда! Быстрей, быстрей! Пока силы есть! Давай, руби ублюдков! Всё, силы закончились. А ублюдки только, наоборот, прибавляются. Прям по макитре своей получил тупой. О! Ха-ха! Давай! Суперзаряд! Суперэнергия! Мы прибыли на какую-то неизвестную нам планету, чтобы добыть вот эту мощу. Всё, что ли? Как-то вот на джедаевские вот эти вот боёвочки, да, смахивают немного? Вообще крутяк. Привет! Он, походу, не за это самое офигел, немного от увиденного. Ну что, Дрэк? Ко мне летают. Либо они так делают, либо так надо. Привет, ублюдыш! Я только услышал, что он сказал мне. Братишечка-братан, у тебя, походу, большие проблемы. Бюро находок. Какое бюро находок? Ещё похоже на бюро находок, что ли? Умирай! Пока я пришёл сюда, ты должен умереть. Не жить себе на белом свете, слышишь? Пятка, привет! Нифига, у него ногти. Чувак, я тебе подарю педикюрный набор в следующий раз. Этот хер серьёзный хер. Давай, 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 давай! Покричи своей жанушке на ухо так, а я тебя убью, гнида. Ты мне мешай. Походу, мы разозлили его немножко. Новый уровень 2 у нас доступен, и это хорошо. С повышением уровня вы получаете очки улучшения. Нажимаете F1, чтобы прокачаться. Громобежец. Давай прокачаемся. Вот. Отлично. Уклонение стрелка. Давай быстренько качнём. Вообще красота. И сколько у меня осталось этих прокатчиков ещё? Привязано к... Ага. О, привязано к V. То есть я теперь, сейчас в игре, могу нажать Vшечку и проверить, как оно работает. Сейчас проверим. Осталось секунд шесть, окончание миссии. Пока ещё не заполнилось. Не успел, бывает. Может поделать. Есть четыре большие планеты. Европейская мёртвая зона, Титан, Несс и ИО. Четыре планеты, чтобы вы знали. Между прочим. Огромные. Тут можно задания выполнять. Жизни не хватит. До третьей Дестани можно выполнять задания. Это я лечу или мне что надо делать? Ну, видимо, нет. Видимо, так всё устроено. Пока игра у нас загружается. О, я уже, по-моему, всё вам сказал интересное, что здесь есть. Множество режимов, кооперативчики, PvP и так далее и тому подобное. Рейды, гарнила, сюжетные кампании. То есть, каждый, кому сюжетка не надо, допустим, он себе пойдёт в мультиплеер. То есть, говорится, всегда есть чем себя занять. Так, мы почти прилетели вроде как. Понимаешь, в это время можно было какой-нибудь там, не знаю, диалог какой-нибудь важный о смысле жизни. Что если много работать, ты будешь богатым. Или там, брат за брата за основу взято. Можно было бы интерпретировать на манер Дестани, типа так. Или там, Олешка, самый лучший страж, кто не верит, тому в глаз. Ну, или там, страж, можно рифмолоть чем-то более жёстким. Здесь всё будет прикольно. Не, летят, летят, реально. То есть, я думаю, может, мне что-то нажать надо, но нет. Тут не всё так просто. Доступны новые режимы совместной игры и гарнила. То, что я вам сейчас, друзья мои, рассказал. О, людишки, смотри, люди. Там люди, смотри. Там люди. Все задания, включая сюжетную кампанию, теперь доступны для совместной игры. Приглашайте стражей и присоединяйтесь к ним. Давай посмотрим, что там за люди. Хо-хо-хоу. Народ. Only PC. Ты же проехаешь на русском, only PC. На нит, или на хит, или шахи, я не знаю, как вообще читать. Такие дики в этой игре. Personality. Находит поток Рейдена. Может, ближе к игроку фонлайн. Нажмите, удерживайте там, чтобы открыть консоль навигации, увидеть список. А, ну, давай. Вот список. Вот списочек. У меня, я не говорю, типа, я выключил. Потому что я сейчас буду записывать летспл. Ты перекинь, гугарчик, люди сейчас будут слышать, угорает. Друзья, один кланы. Короче, друзья мои, вот мой никнейм. Если в ПК-шную версию рубитесь, в Бэтлнете зареганы, добавляемся, играемся. Потому что игра прикольная. А если, ребятки, вы также поставите много лайков, то мы запишем еще серии по ней. Посмотрим, что тут есть интересненького, что тут вообще делать надо. Так, тут у нас заданница. Тут можно что-то взять. Все стоят сюда. Мы как в советское время за хлебушком стояли, так стоят. И здесь тут оружейник. Тут у оружейника можно что-то взять интересную. Пукалку здоровую. Бунфайр. Я не уверен, что это русскоговорящая комьюнити. Не уверен. Тут могут быть кто угодно абсолютно. Absolutely, mother fucker. Так, мне по-прежнему нужно наверх и взять миссию. Я ни с кем общаться сейчас не хочу. Плюс у меня это отключено. Я лучше потом с подписчиками это сделаю. С нашими ребятами. С нашими ребятами! Смотритель фермы. Давай посмотрим, что ты мне расскажешь. Вернула себе свой свет. Не знаю, как ты это сделала, но я рада. Свет нам очень нужен. Осталось еще так много выживших. Им нужна помощь. Все должны узнать, что на ферме безопасно. Мой друг ушел в ЕМЗ пару часов назад, чтобы установить там сеть связи. Его зовут Деврим Кей. Хороший человек. Классный стрелок. Ему не передавай. А, вся фишка... Если ты его выручишь, я буду очень благодарна. Тихо, я понял тебя. Вся фишка в том, что она трендит один диалог, а читать-то вам придется другой, ибо субтитры не подвезли по ходу. Ваше видение было истинным, и оно соединило вас со светом. Теперь, когда к вам вернулись способности, лагерь стал еще более защищен. Но за его пределами по-прежнему остается много людей, которым необходим приют. Тыкс, и мы принимаем с вами это за данец. Рубеж обновлен у нас. Поговорите с Девримом в ЕМ3. Хорошо. До этого дела нажимаем табуляцию. Хики, здорово! Хики. Сыгой, Хики у нас. Но Хики размазан. Хики, ты замылен. Десять анчартедов из десяти у тебя на лице сейчас. Какие у ребят модные, ты смотри. Ты смотри, какие там перцы модные бегают, а? Какие фрики. Фрик-шоу, фрик-шоу. Нанит, я тебя уже Нанит видел. А давай позырим-ка, что у нас тут есть. Ферма. Это то, что где мы находимся. Вот самые планетки тут будут, когда миссии подойдут, естественно. Вот планеты, куда можно направиться поизучать. Колоберик человечества. Нас ждет, чтобы кто-то вернул ей белую славу. Полк назначения. Берите землю, чтобы открыть карту назначения. Давай. А на земле уже мне нужно вот сюда вот походу. Тростленд. Европейская мертвая зона. Поехали. Можно сюда? Вот, поехали. Я бы мог сейчас в идеале собрать кого-то здесь. Ну, голосом или в чате. Типа, ребята, алло. Надо срочно на землю спасать какого-то херобору одну. И они бы все направились со мной. За лидером. Вперед. Это было бы классно. Вот за это, я думаю, Destiny любят. Помимо этой еще мультиплеерной части. То есть, такие вот вещи творятся. Наш летательный транспорт очень похож на наконечник стрелы. Раньше делали вот такие стрелы, которые, если они попадают в тело, то вынуть уже нельзя. То есть, они заострены, получается, вот таким вот образом. Ты их вынимаешь вместе с чистым телом. Даже если у тебя опять есть способности. Может, прийтись нелегко, особенно в районе старого города. Просто помни, беженцам из города тоже пришлось неслабко. Если хочешь им помочь, найди Деври Макея. Давай найдем. Я прям расслабился вообще такой. На расслабончике. Во многих игрушках ААА класса, А сюжет, ну, кто заточен под мультик, да, то есть, сюжетка сделана для галочки. Вам показывают там 5-10 миссий, вы на пару часиков залипнете, типа Battlefield, я думаю. Вот подобное. Ты залип, поиграл и ушел в мультиплеер. Здесь и сюжет интересный, то есть, ты как бы планеты изучаешь, их много, много квестовых заданий, много всякой интересной такой мишуры. И потом уже, попутно, либо когда прошел сюжетку, пошел играть в мультиплеер. То есть, тут она сделана, не отвали. А сделана и реально, как мне кажется. Как и в первой части, по сути. Люди залипали очень много. Ты кто? Жестянка. Привет, жестяночка. А тебя можно что-то собрать? Я как бы с миром пришел, но мне кажется, что ты довольна. Не ожидал, да? Неожиданно. Неожиданное дерьмо случается, сударь. Не понял. Я не понял этих раскладов, уважаемые. Вы че? Жесть! Он говорит, жесть! 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 У тебя жесть? Я тебе сказал, где у тебя жесть? В игре куча пасхалок. Но из-за своей, так сказать, я даже не знаю из-за чего, наверное, бороды, я не могу их найти. Понимаешь? В игре реально куча всяких ништяков, пасхалки, секретки. А Банджи это дело любят. А это дело также любят, собственно, и игроки, которые выиграют в Дэст. Че-то ты какой-то хитрый жопый. Я от тебя убегу, пожалуй. Ты мне не очень симпатизируешь. Так, смотри, я могу, короче, пройти вот здесь вот. И мне надо вот туда наверх. Так, тихо. Они, по идее, меня как бы трогать не должны, а я могу забраться. Ух ты ж, как интересно. Вау! Слушай, прикольно. Самое прикольное то, что такие зеркала очень трудно делать, между прочим. Это себятенько. Здорово, черед. Ведьмак! Это же голос Ведьмака из третьего. Задача номер один. Связаться с остальными беженцами и сообщить им о ферме. Для этого придется построить сеть связи с нуля. Я весьма меткий стрелок, но падшие все равно чертовски сильно действуют мне на нервы. Хочется верить, что несколько стычек с врагом ты продержишься. Я знаю, на что способны стражи. Так, по-моему, теперь говорить должны пушки. А? Голос Джоэла и голос Ведьмака. Ну, Ведьмак третий озвучился этим же актером, естественно. Ну, он звучит хорошо. То есть не поскупились и сделали годную озвучку. Локализацию, чего бы и нет. Так, получить. Да. Жирненько. Так, атака тридцать, двадцать девять. А можно я еще что-нибудь получу от тебя? Пожалуйста, дай мне ништяки. Нет, карта мне не надо. Аккуратнее с ракетами, страж. Доступны новые приключения. Так, а ну давай нажмем табуляцию и отследим наши приключения. Новый рубеж, ставь меточку. И, как говорится, погнали их. Ху-ху! Не, нормально все. Все нормально. Приступить к игре. Исследуй европейскую мертвую зону при поддержке засевшего в церкви Деврима. Поехали. Сейчас мы этот здание быстро посмотрим. Новый рубеж. Это же есть знамя. Взглянешь на него? Ты уверен? Что мне надо именно туда? Так, реставрируем, видимо, это дело. Или смотрим, как он работает. Это символ дома падших. Но я его не узнаю. Я тоже. Кажется, падшие разместили его здесь для страстки. Сдается мне, вы найдете еще много подобных вещей с богатой историей. Я столько только за... Сдается припасы, чтобы поддерживать силы. Попробуй найти тайник в одном из соседних зданий. Так. Пушенцы у нас есть. Побежали искать тайничок. Бегом, 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 сударь, бегом. Привет, мой друг. Мой дрэк. Это как Блэд, это как Дрэк и так далее. Привет. Ху, блин, спрашивается, ты еще жив? Какой пика. Какая мощь простаивает, а? Это что? Туда зайти нельзя, типа. Странненько. Так, и где находится... А, здесь получается, серьезно? Серьезно? А, наверху, я понял тебя. Все, блин, блин. Кто встал на моем пути, тот умрет. В этой игре именно такая тактика. А вот и тайничок. Тюх-трюх-трюх-трюх, тайничок, не перелетай. Превосходно. Если мы хотим выжить, нужно держать ухо востро. Поглядывай по сторонам. Может, еще припасы попадутся. Так, ты в рюшке. Только я забыл, на стене в церкви есть символ. На него стоит взглянуть. Они там боются три, а между собой. Нифига. Новая цель у нас. А, смотри, церковь. Погнали. Только не падайте, прошу. Церковь там у нас. Мне кажется, что там уже ничего не осталось. Ах, ты хитрая зараза! Нам отставил тайный проход. А раньше нельзя было, пока меня эти придурки не покоцали. Ну, все окей. Осторожней? Осторожней, мать твою! Иначе воскрешать твой зад стража будет довольно трудоемким занятием. Поэтому внимательно сел. Блин, я тоже хотел присесть. Ой, не дали мне. Как мы их вырубили, а? Смотри, 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 сейчас они подбегут сюда. А я по бочке жахну. Давай, давай, ублюдыш! Давай, на тебе! Сюрпрайд, манфака! У-у-у, как-то печально. Печально все сдохли. Но мы-то живы, мы продолжаем творить с тобой. Они все ждут нас. Че, двери не открывай? Привет! Привет, мой сладкий! Ну, и что? А, стекла не пробиваются. То есть, значит, не настолько ты дебил, что не начал стрелять по мне. Хорошо. Теремон, сказал! Ты че ругаешься? Опа! Грамор нации! Удар грамор нации сверху! Так и называется удар грамор нации. Так. Пятикантропы, вы где? Вот ты где! Смотри, смотри. Смотри, сейчас будет бабумчик. Смотри. Бабум! Ха! Че, огонь не я? Не завтыкал? Ты че, фонарил? Я чуть не понял, да, Алешечка? Ну все. Ну все, ты меня выбежал, мать твою! Сейчас мы его завалим. Давай, 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 давай. Там что-то бомбануло, по-моему, даже. И у кого-то припекло. А прыгать будем? Можно и прыгнуть. Это что такое? Кот защитника? Это который в российском прокате провалился. Ох, ты ж плохо делал. Сразу убей. Ожидание воскрешения. Рекомендуется силы 30. Шрапнельная установка Скексис. Это как скептик, но, видимо, в определенных узких кругах его зовут и Скексис. Святотатствующий капитан. Возрождаемся. Возрождаемся, чтобы навалять этим ублюдкам. Чувствуется, что придется прибегать к тайному методу в Destiny 2. У меня есть дробовик, который надо взорвать. Точнее, можно убивать. Подай, бля! Ну что, говнуки, бля. Так. Челядь. Падаем! Падаем! Взрываемся и падаем. У меня что-то с энергией, жопа. Ха-ха! Тихо! Ухуй, блядь! Убить капитана падших. Падши, 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 падши. Сейчас убьем, ведь ты же падший. Ты просто мертвый ангел падший. Сейчас завалим мы тебя, мы наваляем всем тебе. Так, смотри, берем автомат. И плевать, мы хотели на падшего. Ой, лучше, наверное, как-то тут укрываться будет. А-а! Вандалы! Вандалы! Бля, он бьет больно. Че ты тут делаешь? Убирайся отсюда. Убирайся, я тебя прошу. Смотри, какой. Ты смотри, какой падлый. Тихо, 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 тихо. Жизни что-то мало очень. Что-то мало жизни. Надо похилиться. Бочки подсвечены. Чтоб ты видел, мой дорогой друг, какого можно взрывать. Так, это автомат говеный. Этот неплох, но мало заряда. Вот. Вот это уже другое дело. А-а-а, зараза, попитался. Ах ты, мать твою, а. Сейчас ты у меня попляшешь. Пропадай, щит, пропадай. Смотри, зараза, не пропадай. Он запрятался, по-моему, да? Хилить загонишь, свеченый. Сейчас типа хилить, блин. Так. Суперспособность. Суперспособность. Давай, давай, херач этого ублюдка, блин, блин. Ха-ха-ха. Падла. Ну, слава богу, что я могу возрождаться. И тем самым добивать его. Так что нормально все. Убить капитана падших. А это только самое начало. Чтобы вы просто понимали, что тут не все так просто, как кажется. Я бегу так яро. Я еще никогда на смерть не бежал. Так яро у нас это не было. Это бич, этого мы убьем. А вот с тобой придется повозиться мудозвон. Давай, 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 давай. Опа! Как ты отпрыгнул, а? Давай, 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 давай! Ха-ха! Нормально! Убила? Ни херашечки. Давай, убей его нахрен! Где он там, мудень? Где-то крыса сраная. Где ты? Ты меня обмануть решил, падла? Вот ты где. Так, где? Все. Опа! Еще разок! Еще разок! Еще разочек! Еще разочек оставался! Третарус поюбом, а что я блядь? И все печаленько. Ну, сейчас, сейчас, сейчас он умрет. Сейчас он умрет, как мудак! Сейчас ты увидишь меня. Я подбегу и рубаную его с ножа. Привет. Сученыш! Опа! Все. Хочу с ножа его убить. Может, от чего дадут? Боже, блин! Вот так вот. Пусть. Отхватил под ключ у того капитана. Просто идеально, я бы даже сказал. Вааа! Отличная работа! Отлично! Отличная длительности. Вокруг есть и другие скрытые пещеры и тайники. Но оставим это на потом. А пока что, давайте займемся делом. Поднимайтесь в колокольник. Я уже поставил чай. Прекрасный темы, я тебе скажу. Фу! Давай посмотрим. Подожди, надо все делать по уму. Нажимаем F1 и смотрим. Что у нас тут 37. 21. Во! Ха-ха! Можно приодеть... О, жучки! Ехрен! Так. Раз. Два. Все, у нас новая оболочка. Мы прокачали просто. Очень ништяковски. Так, нажимаем правую кнопочку. Припойная гранатка. Давай сделаем припойную гранатку. Как видишь, мне реально нравится, что у них просто вот реализована прокачка. То есть, никаких замороченных этих древов прокачивания нет. Все просто. Так, водосток топ. Ставим миссию сюда. Каташечки. Быстрое перемещение. Давай сделаем, наверное. Хотя, там можно было бы, наверное, выйти вообще без проблем на изи. Но мы же легких путей обеищем. А, посложнее давай. Так что нормально. Нормально. Все. Все хорошо. Супер заряд. Сейчас мы с Девримом Кием пообщаемся. И, в принципе, можно заканчивать наш первый взгляд. Вот такой вот первый взгляд еще один. Именно на версию для ПК. Для персональных компьютеров. Потому что приставки игровые есть не у всех, понятное дело. А вот компьютеры есть, я думаю, у большинства зрителей моего канала. Кстати, давайте проверим, сколько нас. Вот у кого есть приставка, пишите, какая у вас приставка. И как долго вы ее владеете. И у кого есть ПК. Можно так подискутировать без жести, без троллинга нормально. Так, давай пообщаемся. С возвращением. На этот раз я заварил тебе чай. Да только выпил его сам. В следующий раз будь чуточку побыстрее. Точно, маяк. Во время твоего сражения с падшими мы столкнулись с проблемой. Последнее реле Хоторн установила на горе над соляными рудниками. Но радиус здесь... Ой, я случайно. Европейская мертвая зона. Доступны новые задания. Над ЕМЗ нависла тень скверненного осколка странника. Доврим отметил новые задания на вашей карте. Миссии по поиску оказанию помощи. Но мы их оставим на потом, друзья мои. Я опять же напоминаю, это... Дэстинни 2. Это релиз... Я вас поздравляю, релиз на ПК. То есть, опять же, каждый может поиграться, посмотреться. И, естественно, если у вас есть игрушка, добавляйтесь, друзья. Бэтлнете. Самые хитрые ушли. Уже давно поняли, как это сделать и какой у меня здесь никнейм. То есть... Ах, ты ж твою хитрую за... Так, я не буду из церкви убегать. А я здесь, пожалуй, закончу. Спасибо, друзья мои, что смотрели. Увидимся в новых интересных видео. Меня звали Брэйн. Собственно, я вас всех люблю. Не скучайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok